Первый урожай персиков в этом году. Собираем, будем кушать. Сегодня в горах не только собирают персики. Сезон сушки абрикоса в самом разгаре. Это особая пора и единственный шанс спасти абрикосовый урожай. Обычно серые, они вмиг превратились в желтые, оранжевые, почти красные, будто сменили наряд. Вот так вот выглядят черкотинские крыши в сезон абрикосов. В ауле Тантари Гумбетовского района собираем первый в этом году урожай персиков и с трудом поспеваем за последними абрикосами. Пока это особо высыпано. Чем за эти деньги продать, дочь ее сушит. Бывает для раздачи, такого нет. Гости приходят, приезжают, им отдавают. Если покупатели будут, то тоже продаем. В какое бы село ни попади, в какой сад ни зайди, только и слышно об абрикосах и персиках. Еще бы, в этом году большая радость. Небывалый урожай за много лет. Только радость эту омрачает проблема сбыта. И это тот самый случай, когда богатый урожай – проблема. Проблема в том, что вот такой урожай нет, некуда. Заводы не работают. Есть вот здесь в соседнем селении, теркотнинский консервный завод не работает. Есть на том стороне, пловский консервный завод не работает. Нету людям, сбивать места нету. Сад Саиду Шамилову остался в наследство от прадеда. Саид не единственный, кому достается такое богатство. В горах чуть ли не каждый сад – семейное завещание. Работа здесь начинается с восходом солнца и до последних лучей. Если не успеть вовремя, от фруктов ничего, кроме косточек, не останется. Кстати, из косточек готовят главный дагестанский десерт – урбеч. И на крышах кумбетовских домов сегодня не только сушатся абрикосы, но и подсыхают косточки. А это нелегкий труд, чтобы это все расти, вот это все обрезки, поливки, вот это все. Сад – это и место работы, и место отдыха, где собирается вся семья. В отличие от сада, этой печи не так много лет, и каждый день в ней румянится хлеб. Готовится, как в старину, на дровах. Хозяйка Зайнап хранит рецепт от прабабушки и говорит, что ничего особенного. Мука, свежая сыворотка, соль и немного любви. Малика Курбанова, ННТ, Гумбетовский район.